Ну что, мои дорогие, Ониксы сегодня наконец-то выписывают, и я еду сейчас в клинику. Отозвалась подписчица Татьяна, которая сможет его передержать. Она сейчас тоже подъедет в клинику, посмотрим, что скажут по Ониксу. Если его нужно каждые две недели возить в клинику, то, конечно, лучше ему оставаться в Москве, а не мотаться постоянно в Ставрополь. Ну а здесь я быть постоянно не могу. У меня дома животные, за которыми сейчас водит Миша с мамой. Ну что, мы поднимаемся. Мы приехали на нужную станцию, переноска пустая. Дорогие друзья, встретились с Юлей, которая квартиру давала. Она мне передала пеленки и лекарства для самок, для кошек. И я ей ключи передала. К сожалению, что-то не засняла, что тороплюсь к Ониксу. Вот, спасибо большое, и она сказала, что руками-ногами мне поможет, если она началась забрать. И так далее. Вот, сейчас идем встречать Татьяну, которая, возможно, заберет Оникса, которая плетнулась помочь тоже. Вообще, мои подписчики самые лучшие. Я же вам тут не показала, что случилось за эти 11 дней пребывания Оникса в клинике. Его обследовали несколько врачей. Хирург, стоматолог, кардиолог и анестезиолог. Из отклонений на фоне его слабого состояния и отказа от еды выяснилось, что сердце бьется в два раза медленнее обычного. В конце концов, кардиолог с анестезиологом дали одобрение на проведение КТ и установки стомы под наркозом, так как ему это жизненно необходимо, чтобы понять, что делать дальше, ну и кормить через Тому. Потому что в том состоянии, в котором я его привезла, он уже не ел несколько дней. Все сделали как надо. Он вышел из наркоза, стационар стоил 20 тысяч в сутки. Потом приняли решение делать первую операцию, балонизацию, расширить дыхательный проход, так как по КТ стало понятно, что там почти все срослось и даже воздуху пройти трудно после той страшной аварии полтора года назад. После балонизации, после этой операции, то есть уже второго наркоза, ему стало совсем плохо и его переместили в реанимацию, который стоил 35 тысяч рублей в сутки. Он уже был как овощ, но там его восстановили, слава богу. Все эти видео, поэтапные разговоры с врачами, чеки, траты, которые вышли более чем на 300 тысяч рублей, все в нашем Телеграме по ссылке в описании. Когда случается что-то экстренное и я не успеваю монтировать, так как занята, я быстро все сразу выкладываю в Телеграм. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять нас и знать все новости. Так, все, мы в клинике. Да, вот так. Такой маленький, да. Вот так. Так, Оникс в домике. В этом домике изначально Чак ехал, а Оникс маленький. Слушай, как ты? О, он ничего такой. Я его сюда хуже привела. Он здесь как не в себе был, когда я его привезла. О, он такой прям активнее, чем я его привезла. Я его привезла вообще никаким. О, еще с ней я. Такой, не понял. Ты меня узнаешь? Как же нет? Ты же, ты я в сухом. Стоп, фигурурурую. А? Еще. О, не. Он уже привык, что все время что-то делает. Глаз такой. Он прям намного лучше, чем я его привезла. Изначально, когда он поступил в стационарь, на фоне терапии, ну, сопелек у него уже было меньше, то есть выделений таких было меньше. Но на фоне, в принципе, воспаления того, что происходит, и, соответственно, самого оперативного вмешательства, потому что это достаточно инвазивно все-таки было, соответственно, вот эти выделения сейчас сохраняются, и это все нужно будет, соответственно, промывать. Сначала покажу про стол, но, соответственно, там на приперемутке. Тома выглядит вот так, в принципе, ничего тут такого прям страшного нет. Чуть-чуть еще салфетку коробки к черенчикам. Мы берем ватную, либо марлевую салфетку, лучше марлевую, чтобы она не крошилась на столе, когда мы ее обрабатываем. Там два шовчика с двух сторон присоединены. И нам нужно вот эту всю историю обрабатывать, то есть мы аккуратненько по кругу, прям, да. Не прям сильно жестко, но не жалея, прям вот так вот вот это все дело стираем. Рацию делать это, когда он полностью восстановится, там, через несколько недель, я так поняла. Вот это вот уже с хирургом, да, то есть тут уже с ним, я точно вам по этому поводу подсказать не могу, потому что хирургических пациентов прям чисто так не буду. Салфеточку также, либо ватный диск, прорезь сделали небольшую просто, чтобы это все делать, чуть-чуть перекрыть. Сильно близко к шейке самофикс не завязываемся, обязательно, чтобы, да, чтобы, ну, такое, чтобы там три пальчика где-то проходили между ним и стомой. Ну, так аккуратненько по шейке, как ошейничек просто. Стома ему обычно не мешает. Вот, носик берем прям так, можно тоже, вот эти вот выделения, тоже аккуратно отмочили, даем ему подышать. Корочки все тоже аккуратненько убираем. А если туда капать и он голодает, ничего страшного? Нет, нет, ничего страшного, это обычный физраствор. Так же будет работать. Да, это тот же физраствор, а он нам для этого и нужен. То есть мы промываем, разжижаем вот эти вот выделения из носа, вот, и максимально их убираем. То есть нам нужно, чтобы у нас эти выделения там не застаивали, и нанюшки не превращались, ну, таким образом. Типосимой. У него только одна ноздря, да? Я знаю, что у него одна ноздря непроходимая такая была. Прямо он не может тут, вот это, по-моему, он не может. Ну, хоть с одной выходила, да, с другой. Подожди, не уходи, Дань, чуть-чуть неприятный, невкусный, плодексидин. Водой, обычной водой. Вот так запихиваем туда эту штучку и вот так вот все дело промываем. То есть все 10 мл. 10 мл. Разжигаем. Газики могут выходить, это нормально. Поня. Так, уносим. Стоит, что мы просто берем, чуть-чуть вот так головку приподнимаем и аккуратненько по капельке вот так. Часть будет стекать, естественно, вниз. У тебя какой-то плохой. Да. Когда не промывала, это лучше. Так, ну все, мы приехали с Ониксом. Я решила его забрать, потому что я здесь еще буду 4 дня. И у него прием через 2-3 дня. Чтоб я его не по такому ухаживала, пока я здесь. Оникс, ну рассказывай. Ты впервые в квартире, да? Его миски не ешь. Я тебе другую дам. Да, это тишок-стишок. Опачки, скажи. Кого это привели? Воня, ну ты лучше себя чувствуешь. Давай я тебя на подоконник, если хочешь. Ой, тут такой хороший подоконник. Прям шикарный. Сразу двойной съел. Я поняла, что ты голодный. Понятно. Ой, ты бедненький. Скажешь, что это с нос идет только из-за того, что была операция. Так, Онечка у нас присел на горшок. По-моему, пищукает. А в это время я ему приготовила вот такое. Я мелко нарезала. Врачи сказали, что можно кормить. Вот чем я кормила. Я говорю, я натуралкой кормила. Говорит, можно натуралкой кормить. Кормить и гайчем кормили. Вот так. Я фортефлору еще добавила. Ребиотик, он пахнет мясом. Здесь, в общем, рыба. Другая рыба и мясо. И овощ. А то он утишки хочет украсть. А нельзя. А миски у меня нет еще. Поэтому утишки свои там миски. Огник со своей миски. Ест прям хомяк. Хомячит так. Как вкусно мы кусаем. Ну, что вы скажете? 311 тысяч рублей за все время. Вы можете себе представить. Это и обследование операции. Стационар. Я тут разбираюсь пока, что ему давать. Посмотрите, нам Юля, которую квартиру предоставляла, подарила там в коробке лекарства, пеленочки еще подарила. И вот такой лазер. Смотрите на Оникса. Активный караул. Ладно, не будем мучить. Оп, 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 оп. Скажите, я вам мучаю, да? Все, Ониечка, не будем тебя мучить. Спит, бедненький. Сейчас нос вытрем. Часто выхлазит сокровица оттуда. Всем доброе утро. Я сегодня с утра бегом в клинику. Ой, Господи. В аптеку купила. Ингалятор пришлось. Сейчас рука уже отмерзнет. Купила полный рюкзак мяса, потому что я думала, Тишке хватит надолго. Он по чуть-чуть ест. Оникс приехал вчера и все сожрал. Ничего нету. Мне жалко, он кушать хочет. Я ему постоянно почудаю. Он кушает, кушает, кушает. Тишка смотрит на него, как он кушает. И тоже стал больше просить. И они все сожрали. А так бы Тишке хватило до самого моего уезда. Ой, и пришлось вам целый рюкзак. Супродукты купила. Короче, разные купила. Еще больше разнообразия. Все, у меня рука отмерзла. Сейчас приду домой. Какие-то лекарства не нашла. Какие-то купила, какие-то нет. Пила препараты. Это для Тишки. Мясо разные. Там и рыбу взяла, и внутренности взяла, и фарш взяла. И цыпленка этого маленького. Перепеленка. Кушать все хотят. Вот так выглядит оникс. Боже мой, боже мой. Так, ну, чтобы вы понимали, это Тишки. Это онички. Добавляем еще витамины. То есть, это рыбий жир. Тишке он нужен. Ну, онички тоже лишнее не будет, правильно? Он очень вкусно пахнет. Сейчас, Тишка, Тишка. Ой, какая красота. Ну, вы посмотрите на это. Нечка, кушай, мой дорогой. Нет. Что-то ему поплохело. Надо ему таблетку срочно дать. И носик почистить. Тишка, я знаю, ты хочешь. Иди ешьте. Дорогой давно ждал этого момента. Это антибиотики, которые надо дать. Стой. Он такой нежный. Стой. Бедненький. Давай. Ой, ты выпил. Ну, ты золотой. Я впервые в жизни готовлю ингалятор. Хорошо. Представляете, нам было одну таблетку. Надо было разделить на 15 частей. Порошок. И вот нам дали пустые такие капсулы. И вот я поделила. Я не верила, что я смогу это сделать. Но я смогла это сделать. Утром и вечером давать надо. Ну что, Сонечка, я закончила. Уже сейчас ночи. Таблетки дала. Промыла. Стому. Тишка просто пристает ко мне. Оттирается. Он что-то хочет спать. Вот тут у нас окно. Вот видите, все в пеленках. Оно прямо здесь дует. Вот тут и холодно. И он именно сюда ложится. Он именно хочет в прохладу. Ему жарко почему-то. Потому что он тут часто лежит. Что-то он сейчас захотел туда. Вот и здесь препараты. Назначение. А я тут до 14. И 14 я уезжаю. И как бы оставить тогда? Митишку забираю. Вот. Как со всеми быть? Ну вроде вот Юленька у меня есть. Татьяна. Посмотрим, что 13 скажет. 13 записано с ним. И с ним. И там уже решу как что. Но его по-любому надо оставлять. Кот такой. Таблетки даю. Пьет. Обрабатывает. Терпит. Все терпит. Вот мы уже 10 минут дышим. Он сперва не хотел. Но сейчас вот так бежит. И дышит. Кот очень хороший. Таблетки принимает. И дышит. И все. Все что надо. Когда не снимаю, я его глажу. Второй рукой. Все. Молодец. Ты молодец. Ты большой-большой молодец. Это что у тебя тут? Ты на парение так и подействовал. Ты большой молодец. Он меня презирает. Сейчас закапаем тебе еще носик. И дадим таблетки, которые пока есть. Ну что. Я приготовила им еды. Я хорошо почистила носик ониксу. Вот это онички. Я как утишки даю витамину и оникс. Устала витамины давать. В общем, пока он будет кушать, я заказала по озону. Сибиотик Синулокс. И он. Написано было, что придет позже. На 2 часа, чем ему надо давать. А сейчас пришло пообещение, что оно уже пришло. А ему уже надо давать через 20 минут. Все таблетки нужно давать после еды. Он пока покушает. Я поеду, заберу. И потом у меня еще там 2 таблетки. И вот эти будут полторы. Представляете, как я рада. Потому что вот эти таблетки я сейчас забрала. Это прямо у моего дома, где я снимаю. И они пришли прямо вовремя. Прям вовремя я ему дам сейчас лекарства. Вообще замечательно. Вот такие препараты нужно давать утром. Вот эти розовые таблетки, от которых я ждала. Ну да, вот у Нечки прошло полчаса. Опять носик забился. Ну что делать. Сейчас буду давать эти таблетки. Посмотрите, какие у него тут сопли. 3 часа не вытирала. Сейчас буду вытирать. Представляете, я уже спать ложилась. Я наверху на кровати. Он по лестнице забрался. Я такая не поняла, здесь сетишка находится. Я его обработала на ночь. Сопли, видите, не текут. Он так высморкался. Там столько гноя лилось. Столму обработала. Ух ты! Кубани дура. Вот так они. Сколько места, надо со мной спать, да. Лапками перебирать, да? Че ты лапками перебираешь? Я спать не хочу. Вон он откуда. Припишу. Верный, как он дышит. Хотя нос прям хорошо я ему обрабатывала. Ну все, спокойной ночи. Ну и что вы думаете? И он тут чихает. Хочет расчихаться. Вон тишка. Пошла, принесла, застелила постель пеленками. Принесла. Обработки. Обработала его. Ну теперь будет вот это чудо возле меня спать. И вон тишка. Сорта не воняет, кстати. От него нету сейчас вон, как раньше. Потому что он на антибиотик. Нормально сперва на мою листу хотела. Я еще говорю, нет. Ты ложишься вот тут. Доброе утро, страна. Три-четыре раза я просыпалась. Потому что я очень четко сплю всегда. Он же иногда храпит. Вот сейчас он не храпит. А ночью бывало прихрапывал. Но не течет, посмотрите, да? Я его вчера обработала так хорошо, что она не текла. Все, разбудила я тебя. Оня. Ты мамин бален. Мамин, мамин сладкий. Ой, ты мой, ты мой. Ну несчастный, ну несчастный. Я думала, у тебя с носа такие реки утром будут. А ты вчера при обработках прям хорошо отчихался, что у тебя тут чуть-чуть. Вонька, найдется может тебе мама, папа? Нам много не надо. Нам одни мама, папа нужны. Какая-нибудь хозяйка может тебе найдется. Попротись к подписчикам, скажите. Может кто-нибудь найдется. Вот так я могу. У меня все пройдет. Мне еще там чуть-чуть прооперируют, и все пройдет. А на этого вы посмотрите. Вот так мы прочистили носик, и сейчас он в голярске идет. Все, все обработки сделала. Свежей еды сделала. Все там с витаминками в когтишке. Таблетки дала, ингаляцию сделала. Сейчас он будет кушать очень вкусно. Воды много пьет, кстати. Ай, красота-то какая. Тут тишка тоже соловер делает. Миски всем помыла. Старую еду убрала, которую мне не доели. И свежака. На свежак они прям накинулись, конечно. Тишке что-то плохо. У него понос начался. Его вчера вырвал и сегодня. Но вырвал не едой, а просто водой и пеной какой-то. Поэтому мы сейчас с ним пойдем на прием. Так, мы с Ониксом приехали в клинику по живой очереди. Ожидание около полутора часов сказали. Сночка потекла снова. Прохладные места сейчас нельзя. А то у нас с окна дует. Он все стремится туда залезть и полежать. Вот у нас баллон. Вот эта вот структура. Вот мы желтые. Это катетик, который проводим. Ага. Что у него там? Кровище. А, кровище. Красное, да. Вот эта вот структура и за ней еще структура. Вот это все основание. Это вот этот баллон пластиковый. А, да, да, да. Сейчас вы видите, он здесь смоет. Там даже эллиоскоп, вот, чуть уже больше стало. И еще вот здесь потом лазером зажигали. А это что, это он так дышит? Или вы промывали? Что это такое? Это вода льется. Он спит. У него дышит через трубочку. То, что льется, там же среда. Если не вылить воду туда, то там ничего не видно. Просто там крови. А, я поняла. Там дворников нету. Это линз с жопчику заходят. Да, да. Вот. И мы частично выкусывали еще отсюда часть. То есть раскрывали вообще как могли. А оно не зарастет обратно? Ну, оно может зарасти, в том-то и проблема. Но оно может уменьшиться, может стать еще меньше. Может стать такой же, как и вода. Но там очень плотный, плотный кальпи. Я боюсь, что ее тоже делать. То есть у него из двух половинок одна осталась. И то, которая вот может быть лотным кальпи. И из-за этого туда тоже попадается, что неба нету? Да, это, по-первых, воздушная система, она грязная. И, к сожалению, не оберегает. Прям как компотик тоже самое. Нет? Ого. Ну да, так и происходит. Молодец. Ну, сегодня все уже может не держать уже. Вот ничего не вышло. Ну, вот весьма так. Это мы ту сторону промыли. Помните, я бы сказал, что лучше... Опа! Это у нас подсапывает, а нос, вы думаете, тоже промывает? Да, утром-вечером вот так и тоже так вылетает у него. Рвоты, диареи, ничего такого нет? Нет. Он вот один раз покакал вчера вечером. А, хорошо, оформлено, да? Да. Так, он у вас не обезвожен, животик не болит. Еще хрипы есть в верхних дыхательных путях, но это из-за носика. А сейчас 3720, набирает. Хорошо. Оникса принял и хирург, и обработали, и все. Вот так вот. Ну что, мы приехали. Носик, да, уже закупорился. Ну, в общем, три раза в день бы прочищать. Компотик, говорит, который мы отдали, то же самое. А, он сказал, что неба у Оникса тоже нету. Половина неба, он как-то сформировал, попытался кусочек. Но половина неба у Оникса тоже нету. Всем привет, дорогие друзья. Почистила я носик Ониксу. Сейчас он кушает, потому что таблетки нужно давать только после еды. У него сильно был забит нос. Вот все, что я чистила. Там ингалятор. Потому что он на кровати живет. Я все в пиланты застелила. Сейчас ингаляция будет. Потом повезем его к Татьяне. Кто и будет смотреть. Так, там Тишка уже печку включает. Так, друзья, ну что, сегодня мы отвозим Тишку в клинику на сдачу анализа в крови Оникса к Татьяне. Вот, я приготовила для Оникса. Тут еда, там лекарства, назначения, пеленочки. Потом ингалятор. Так что сейчас такси уже подъезжает. Все, Татьяне отдала котика. Она ушла. Ну и подытожим. По Тишке, к сожалению, не смогли ничего толком сказать даже в московской ветклинике. Его осматривал и назначал ему огромный спектр анализов незнакомый мне терапевт. К сожалению, несмотря на то, что клиника хорошая, там очень хорошие хирурги. Это не значит, что там хорошие и все терапевты. История с Тишкой не закончена. Мы все-таки найдем выход его в выздоровление. Оставайтесь с нами. А насчет Оникса скажу так. Ему предстоят еще операции, но нужны паузы. Как он поживает у Татьяны, я выставляю только в Телеграм. Небольшие видео и новости от нее. Она его обрабатывает каждый день, ставит ингалятор, возит по необходимости в клинику и там делают операции. Она помогает бесплатно и от всего сердца, за что ей огромное человеческое спасибо. Я теперь онлайн оплачиваю врачей, операции, анализы и дорогу. Вскоре ему полегчается всем, и он будет очень нуждаться в постоянной семье. Поэтому, пожалуйста, приглядитесь к нему. Ну а нам помощь всегда актуальна, потому что траты на животных превышают доход из благотворительного Телеграма.